Диалог с бизнесом. В преддверии Дня российского предпринимательства глава Самары Елена Лапушкина встретилась с самарскими бизнесменами. За круглым столом собрались руководители компаний, предприятий, ИП, а также бизнес-омбудсмен, представители налоговой службы профильных департаментов и ведомств. Предприниматели, руководители малого, среднего бизнеса – это эти люди, которые, в общем-то, развивают нашу экономику, которые увеличивают рабочие места, такие новаторы, которые всегда ищут нестандартные решения. И мне очень хочется, чтобы ваш бизнес всегда был успешен. Со своей стороны могу сказать, что, безусловно, мы открыты всегда к диалогу, и ваши хорошие решения, направленные на развитие города, на улучшение качества жизни наших жителей, будут здесь совершенно точно поддержаны. На заседании обсудили налоговый режим для предпринимателей и процедуру подачи документов. С 1 января этого года применяется новый порядок документального подтверждения налогоплательщиками об основанности применения нулевой ставки НДС по экспортным операциям. Основное изменение у нас состоит в том, что вводится полный отказ от представления экспортерами товаров одновременно с налоговой декларацией документов на бумажных носителях, включая и контракты. То есть, с 1 января 2024 года за эти налоговые периоды будем представлять в налоговый орган реестры сведений из экспортных документов в электронной форме, вместо самих бумажных документов. Эти реестры будут содержать сведения не только из таможенной декларации на товары или заявлений, как ранее, но и сведения из экспортного контракта. Электронный реестр можно быстро сформировать благодаря новому интернет-сервису «Офис экспортера». Он упрощает процедуру взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Для предпринимателей в регионе работает Центр поддержки экспорта Самарской области, который помогает сертификацией, маркетинговыми исследованиями, транспортировкой товаров. Центр финансирует до 80% стоимости транспортировки продукции, идущей на экспорт по территории России. Если в прошлом году лимит в год составлял полмиллиона, то теперь сумму увеличили до 1 миллиона рублей. Также Центр поддержки экспорта организует для предпринимателей бизнес-миссии в страны-партнеры. И сейчас у нас проходит бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику. Она у нас уехала 18-го, 26-го приезжает. Планируется бизнес-миссия в Республике Казахстан с 3 июля. Также у нас запланирована бизнес-миссия в Белоруссию, в Королевство Саудовской Аравии. Но это уже 3-4 квартал. Запланированы две реверсные бизнес-миссии. Это история, когда мы приводим иностранных бизнесменов, и здесь на территории Самары устраиваем встречу. В Самару приедут бизнесмены из Азербайджана и Ирана, которые занимаются сельским хозяйством и заинтересованы в закупке муки. Центр поддержки экспорта входит в фонд развития предпринимательства и действует на базе центра «Мой бизнес». На Совете по развитию предпринимательства обсудили также организацию уличной торговли в Самаре. На территории города в этом году планируется проведение шести сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством 303 торговых места. В круглогодичном режиме работают 15 ярмарок с общим количеством 752 торговых места. Круглогодичные ярмарки успешно работают. Данный формат востребован среди жителей, предпринимательского сообщества и фермеров. Они развивают конкурентную среду и оказывают положительное влияние на снижение цен. Местным предпринимателям глава Самары Елена Лапушкина вручила благодарственные письма и награды за вклад в экономику и активную работу на благо города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.